Всем привет, мои крошки! Сегодня долгожданное и запрашиваемое видео Бюджетная косметичка новичка То есть в этом видео я собрала некий набор недорогих косметических продуктов И главное, чтобы они были не только недорогими, но и хорошими В группе я проводила опрос, где спрашивала, сколько по-вашему бюджетная косметичка новичка Сколько? Вот сумма, сумма, назовите, давайте говорить о деньгах уже в конце концов И мне сказали, что до 3000 рублей Ну, скажем так, в 3000 прям я не уложилась Я чуть-чуть, где-то рублей на 500, получается, вышла за лимит Но, извините, это в угоду качеству, скажем так Это не то, что я там просто вот так хотела Старалась очень сильно, надеюсь, вам понравится За исключением буквально двух продуктов я все заказывала на сайте Надо помаду Это такой интернет-магазин косметика и парфюмерии Я бы сказала наоборот, парфюмерии и косметики Потому что парфюмерии там невероятное количество Конечно, можно позалипать Но самое главное для меня, что у них есть офис в Краснодаре Вот это, конечно, для меня прям плюсик Все вам покажу И одним из главных пунктов для меня было то, что на этом сайте есть косметика эстрада Можно назвать ее эстрадой? Сейчас я вам покажу, вы уже, я думаю, видели Вот такие вот упаковочки у них цветные Они не везде есть, это действительно реально бюджетные И очень приличная косметика, я бы так сказала Я буду аргументировать каждый свой выбор И, конечно, я заранее прошу прощения за вот такой формат видео Я знаю, что вы не любите, когда вот так вот мое лицо близко к вам Но не пугайтесь, отсядьте от монитора подальше И будет не так страшно Разумеется, сбор косметички я начала с тонального крема Главный мой постулат при сборе вот этой бюджетной косметички в том, что средство, которое соприкасается с вашей кожей, да, огромная площадь соприкосновения Должно быть дорогим, ну как дорогим? Дороже, чем все остальное Короче, если вы, не знаю, на туши можете сэкономить То, пожалуйста, не экономьте на тональном средстве Я выбрала Буржуа Эйамат Я, во-первых, давно хотела попробовать этот тон И я влюбилась Тонкое нанесение, ну сейчас я вам все буду показывать У меня это оттенок 01 Ivory Rose Этот тональный крем, он не сушит кожу Ложится достаточно тонко, но при этом он высоко пигментированный Вот посмотрите, у меня огромное количество прыщей И сейчас я нанесу это средство и практически их не будет видно Даже консилер особо там не понадобится Он, правда, очень-очень хорош Он не сушит кожу, поэтому, я думаю, даже люди и с нормальной, и с комбинированной, и с сухой кожей вполне могут его использовать Вот вы видели куперос у меня на подбородке, вот сейчас вы его уже не видите Если цель у вас сэкономить, то вы можете чудесно подобрать себе тональный крем Вот такой вот достаточно пигментированный, но при этом не сушащий И не использовать консилер в принципе По сути, что такое консилер? Да, это очень пигментированное тональное средство Да, которое будет корректировать какие-то ваши проблемы Поэтому, если у вас тональный крем подходит для этого Вы можете вполне обойтись без консилера Я извиняюсь за шелушение на носу Я сейчас провожу тестирование китайских, ну, с вот этих китайских сайтов масок Знаете, маски-пленки Я просто пересушила кожу, но ничего, это вопрос времени Все это пройдет И, насколько я помню, Буржуа это вообще практически дочерняя марка Шанель И делается на одном заводе и так далее То есть вы по цене недорогой покупаете практически люксовый продукт Присмотритесь Следующее, что консилер У меня консилер от Эльф Из всех бюджетных мне он кажется наиболее хорошим Но вам домашнее задание Если вы знаете, Эльф надо заказывать, да, откуда-то издалека, там, из-за границы Это неудобно Если вы знаете, вот что-то, что можно купить просто где-то Хороший консилер Но хороший не просто тупо дешевый, да, за 100 рублей А чтобы он действительно был хороший Обязательно напишите в комментариях, поделитесь с девочками опытом И давайте с вами договоримся, действительно, под этим видео, если у вас есть какие-то хитрые, недорогие средства Вы будете ими делиться Давайте обмениваться опытом Это для всех будет полезно По поводу, кстати, кистей и спонжей, да, как это, входит ли это в мои 3000? Нет, не входит Я решила, что, в принципе, это нечестно Кому-то вообще кисти не нужны, кто-то все наносит одним пальцем Кто-то говорит, как это без кистей, как это? То есть мы в моем видео, да, делаем упорно декоративные продукты Потому что, в принципе, консилер и тон можно было нанести пальцами Вот, на мой взгляд, консилер неплохо справляется С учетом того, что я не спала практически вообще последние три ночи Он неплохо справляется У меня оттенок Феа Вот, ну, я всегда беру все самое светлое Вот это, кстати, тональный крем хорош тем, что он не окисляется на лице Вот, на моем... А, у меня все обычно на мне окисляется Следующее, это база под тени Почему я в бюджетной косметичке новичка делаю акцент на базе? Да потому что, если мы говорим о дешевой косметике Мы имеем в виду дешевые тени А дешевые тени без базы, это все ерунда Из дешевых баз мне нравится вот такая Artvisage Colorfix Она позволяет проявиться цвету теней Даже если у вас не сильно пигментированные тени Я не могу сказать, что она это прям супер долго держит там что-то Нет Но она помогает действительно в стойкости макияжа, продлевает эту стойкость Но самое главное, что она проявляет оттенок теней Вот здесь я на это делала упор Наносите немножко Вот смотрите, я тут ляпнула, это очень много На сайте надо помаду, она стоила в пределах 200 рублей Вы можете ее взять и вам ее хватит на тысячу лет То есть это как бы очень экономичное средство Я жду пока немножечко база впитается И следующим этапом я нанесу тени А не, например, сделаю брови Потому что мне так комфортней Вы мне часто спрашиваете, какие бюджетные тени Какую бюджетную палетку взять И все время я связала L'Oreal Maybelline, L'Oreal Maybelline Мне не нравится ни L'Oreal, ни Maybelline Свою L'Oreal палетку я вообще отдала подружайке Потому что не нравятся мне эти тени Но я нашла офигительную Я думаю, вы это тоже уже знаете и пользуетесь Офигительная палетка теней Это Evo Mosaic Nude Look Palette У меня оттенок 01 Сейчас я вам постараюсь Я не знаю, насколько камера моя передаст оттенки Во-первых, тут огромное зеркало Тут кисточка совершенно отвратительная, неработающая Но сейчас постараюсь показать Вот этот оттенок матовый Вот этот вот крайне матовый И вот эти все сатиновые Роскошные Да, они немножко пылят, но ничего страшного Они стоили копейки Огромные рефилы, посмотрите И обалденная подборка цветов Просто супер Честно вам скажу Как только мне она пришла У меня мама увидела эту палетку Она сказала О, ты мне палетку заказала И самый светлый оттенок я нанесу Под бровь Сейчас говорят, это уже не модно Но как бы, знаете, плевать Скульптуру глаза никто не отменял Поэтому будем делать так, как делаем Еще плюс этой палетки в том Я вам это продемонстрирую Вот этот крайний оттенок Блестящий, светлый Вот он, вот он Можно использовать как роскошный хайлайтер Я это, собственно, и делаю Но это я так забежала немножко вперед Дальше я возьму Вот этот вот второй светлый оттенок И немножечко нанесу его Вот тут вот В начало подвижного века Просто для того, чтобы Я не высветляю там бок носа Нет, я просто как бы делаю Такую оттяжку цвета Для того, чтобы потом Нанести основной Но при этом эта часть Выглядела светлее Вообще сказала Не пойми что Но я надеюсь, что Вы меня поняли Вот здесь два красивых базовых оттенка То есть вот они Вот один и вот второй Но вот этот розоватый Я его советую использовать Только если у вас нет красных капилляров в глазах Вот у меня сейчас глаза достаточно красные Вот вам, наверное, видно Я их капаю постоянно Кстати, кто спрашивает Что у меня с глазами Спасибо вам большое Я правда пойду к окулисту Еще сейчас немножко Зарплата придет Короче, я пойду к окулисту Поэтому вот этот оттенок с красненькой Я его не советую использовать Тем, у кого красные глаза Но вот этот вот Вот он Обалденный Обалденный Красивый Таупово Бежевый Какой-то С коричневцой Роскошный И здесь есть блестки Да Но эти блестки Совершенно не выглядят дешево То есть наша с вами задача сегодня Сделать Дорогой макияж Дешевыми продуктами Я очень надеюсь, что камера хоть что-то передает Вообще Я когда снимаю макияж Вы не знаете, наверное Но у меня все засвечено Я практически не вижу, что я делаю И, короче, иду по приборам Знаете, как говорят И теперь вот этот вот Последний матовый оттенок Я его буду наносить Во-первых, вот так вот Под нижние Нижние ресницы Вот Буду его наносить Увеличивая тем самым Свой глаз И я его буду наносить В уголок И в складку Мы-то макияж делаем дневной И, кстати, да Вот кто Ну, собирает такую косметичку Новичка, да Кто Ну, не хочет Экспериментировать там С цветами Очень сильно И так далее Ребят, купите одну Просто нормальную палетку И все И не выдумывайте Вот 90% В случае Вы просто возьмете Какую-нибудь палеточку Коричневую Бежевую И будете ее использовать Я не вижу смысла Затариваться Супер Какими-то Вот такими там Зелеными Яркими тенями Если у нас Действительно собирается Косметичка Именно Новичка Короче, я сказала Ну, все это и так понимали Но я это, видите, проговорила Чтоб потом Не было ко мне Претензий Я просто растушевываю Границу И немножечко Вот здесь Вот тоже Стушевываю Чтобы Было Покрашиваю Если Я совсем Съем Темный цвет Да И я его Стушую в ноль И не получится Красивого перехода Я его просто добавлю Эти тени Позволяют Это делать И Я не буду говорить Что они будут держаться Как Urban Decay Но они Хороши Я не буду Тоже Заявлять Что-то про другие Оттенки Этой же палетки Но Вот эта палетка Мне дико нравится И, собственно Мама ее уже У меня Забирает И Кстати, да Вот для Возрастного века Выбирайте Лучше Сатиновые Цвета Почему цвета? Текстуру Ну, короче Вы поняли Потому что Они Гораздо делают Моложе глаз Нежели матовые Глухоматовые Я надеюсь, что на камере Я неплохо растушевала Вам может показаться Что глаза некрасивые Но подождите Дайте время Стрелки все исправят Брови Для бровей Я рекомендую всем Если вы ищете бюджетный Хороший карандаш То же самое От Ева Мозаик Анютины глазки Я этот оттенок Обожаю Мне кажется Он такому количеству Людей подойдет Тут есть кисточка Да И, собственно Карандашик Классно И держится И наносится И точится Но он деревянный То есть Кто любит Пластиковые карандаши Вам, конечно Не сюда Но он обалденный И, между прочим Макияж Всеми этими средствами Я уже делала И выкладывала В инстаграм Но я не писала Чем я делала Этот макияж Хотела проверить Но понравится вам или нет Чтобы, знаете Не было такого Ой, сразу видно Дешевое То, дешевое Все И все Макияж понравился То есть Я так понимаю Что все сыграло Камера немножечко Искажает цвет Но Но Мне очень нравится И вообще Карандаш крутой У Ева Мозаик Крутые карандаши Насколько я знаю Ева Мозаик Производится Ну где-то Короче В приличном месте Вот Так что Не относитесь К косметике Ева Мозаик Сильно прям так Еще у них лаки Для ногтей Крутые Я раньше покупала В уголок глаза Я добавлю Самый светлый цвет Для того Чтобы немножечко Сделать Блик И это Ну на мой взгляд Очень-очень Красиво И хорошо Смотрится Рисуем стрелки И сейчас Я знаю Вы меня закидаете Тапками Но я вам покажу Свою самую Любимую подводку Та подводка На которой Я училась Рисовать стрелки Да Это Ну короче Ладно Че я вас готовлю Флер Это моя любимая подводка Правда Но Будьте внимательны Она из черной Там да Вот такая Синяя Я на ней Училась рисовать стрелки Она стойкая Она удобная Ее легко подправлять В случае чего Не самый Наверное Удобный наконечник Но вот я училась Именно на ней Она стоит Копейки Что-то Сколько что Она там На надо Помаду стоила Там Ну Рублей 150 Предположим Как я ее люблю Я ее заказала Не раздумывая То есть Я Если вот Советовать что-то Да Ну Я вот советую ее Не закидывайте Мне таками Я ее Правда Люблю Я не хочу Вам советовать Что-то более Дорогое Просто потому Что это Престижно Да Флер Это как бы Ну флер Нет Честно Я бы вам И пудру Флеровскую Заказала Но Что-то на нее Цену так Подняли Если честно И Ну просто Мы раньше Гораздо дешевле Покупали Я не знаю Может дело Там В законодательстве Да Что там Дороже Стало возить Некоторые вещи Вот Но В принципе И пудра Флер Если честно Вот так По чесноку Вот эта синяя Знаете Такая вытянутая Она мне тоже нравится Я нарисовала Достаточно Жирные Такие Ретро Стрелки Я это сделала Не случайно Я это сделала Для того Чтобы вам На видео Показать На самом деле С этой подводкой Можно рисовать Малюсенькие Аккуратненькие Стрелочки Они вот Абсолютно Матовые Мне нравится Эффект Матовой Стрелки Короче Обожаю Флер Пудра Мне дико Нравится Вот эта Пудра От Эстрады Это Я так понимаю Производится У нас В стране Но Из сырья Заграничного И по заказу Заграничному Короче У меня Оттенок 101 Это Светлый Оттенок Светлый И я вам Советую Брать Светлый Потому что Мне кажется Что вот Эта Пудра Может Менять Цвет На лице Возможно Я выдумываю Возможно Я Не знаю Но мне кажется Что может Я наношу Большой Кистью Тонким Слоем Обязательно На Т Зону Вообще Пудра Как бы Должна По идее Матировать Это Но я не могу Сказать Что она Матирует Глухо Это Скорее Ныне Модный Эффект Естественной Кожи С легким Сиянием Под глаза Я наношу Ее же Но Наношу Другой Кистью Потому что У меня тут Места мало И знаете Какие вилы Когда берешь И попадаешь Себе в глаз Ворсом Большой кисти Когда макияж Уже Завершен Почти Это очень обидно Но ничего Тогда Бодренько Выгляжу Хорошая пудра Причем Если мне лень Краситься Я ее Вот У нее тут спонжик Есть Я наношу ее Просто спонжем Не кистью Получается Плотный Достаточно Слой И смотрится Хорошо Компактная пудра Следующий момент Это скульптор Нужен ли в косметичке Новичка скульптор Да Нужен Потому что Это многофункциональный продукт Потому что Как ни крутите Скульптурирование В моде до сих пор И не выйдет еще долго Я не знаю У многих У нас в стране Монгольские скулы Стильные Вот эти модные Насколько я знаю Нет Поэтому рисуем себе То что нам Не дала природа Скажем так Скульптор От эстрады Той же И у них есть скульпторы По названию Как бы региона Там Да У них есть Европа У них есть Азия Еще что-то Вот у меня Европа И посмотрите Какой он темный Но это так кажется На самом деле Он прекрасен Вот он Объективно Прекрасен Он холодный Он дает Красивую тень Я сейчас буду В зеркало Простите Смотреть И он Не дает Пятна Он не сильно Пигментирован И знаете Это плюс В данном случае Я могла вам Посоветовать Другой Недорогой Скульптор Но он Гораздо более Пигментированный И накосячить С ним Гораздо проще Этот Очень легко Тушуется Но обязательно Наносить его Разумеется На сухой Уже какой-то Продукт То есть на Пудру Например Тогда будет Хороший Эффект Ну опять-таки Да Я не знаю Что там Моя камера Передает Но вот В жизни Смотрится Очень круто Я конечно же Немножечко Скрою Второй Подбородок Второй Третий Четвертый Какой там У меня есть Немножко Можно Вот так Прорисовать Овал лица И Мой главный Секрет Вот этот Скульптор Я беру На кисть И наношу Вот сюда На Косточку И мне кажется Это смотрится Очень круто Гармонизирует Как бы Как будто Это такая Естественная Тень Возможно Этого не видно На видео Но в жизни Попробуйте Это очень крутой Эффект Создает Я долго Мучилась С подбором Румян И в итоге Пришла К Эвелин Потому что Здесь большой Объем И стоит Недорого Вот такой Оттенок Пустынная Роза По-моему Называется Они яркие Достаточно С ними Важно Не переборщить Очень крутой Оттенок Очень Классный И Пигментация Хороша И такой Естественный Здорово Кстати Вот Румяна Вы тоже Можете Если не Скульптор Нанести На Складку И это Будет Очень Красиво Нужны В косметичке Новичка Румяна Однозначно Румяна Нужны Как Воздух Те Кто Румяна Не Используют Вы Поступаете Не совсем Верно Поэкспериментируйте Попробуйте Нанести Румяна И вы увидите Как заиграет Ваше лицо Вот серьезно Я Исключительно Из добрых Побуждений Вам это Говорю Ну как Скажите Но все равно Раз и сразу Такая свеженькая Клево Эвелин Молодцы Жалко Вот в этой Линейке Не так Много Оттенков Но вот Этот Вот кстати Он очень Многим Подойдет 02 Вот он Хайлайтер Хайлайтер Как я говорила Будем брать Из вот этой Палетки Из палетки Теней Мне очень нравится Такой Приятный Бежевый И Видно Да это же Мэри Лу Вот скажите Я не знаю Я в восторге Правда Мне так нравится Вот именно так Использовать Этот продукт Видите Как губа Сразу Выдвинулась Вперед Ой все Обхайлайт Все Недорогих тушей Сейчас полно На рынке Я могла Вам много Чего показать Если прям Совсем Хотите Там дешевые Ну выбирайте Не знаю Фаберлик Или белорусские Какие-то туши Я решила Поэкспериментировать Я заказала Вот такую Рок Дива Это тоже Эстрада Мне вот этот Череп Понравился Это как-то Так Панкушно Это тоже Дает Очень Дневной Естественный Эффект Здесь вот такая Гигантская Щетка Хорошая Не пахнет Для меня Это плюс Как только Накрашу реснички Я вас позову Это тоже Больше нацелено На объем Вы можете Варьировать От вообще Дневного Дневного До более Драматичного Но длину Она не дает Вот в этом Ее минус На мой взгляд Я бы хотела Конечно Все-таки Я честно Я все хочу И длину И объем И вообще Короче Чтоб нарощенные Ресницы были Сразу Вот Но в целом Тушь неплохая У меня глаза Сейчас чувствительные В связи С вот этим Моим воспалением Ни на что Не реагирует С этой тушью Я подружилась Другие туши Сейчас у меня Не подходят Мягко говоря По поводу губ Недорогих помад Опять-таки Полно Я решила Я решила Ухватиться За уходящий Уже тренд Матовых губ И все-таки Предложить вам Матовый продукт Для губ И это будет Карандаш Провок Я выкладывала С ним Видео Не видео Фото В инстаграм Слушайте Господа И все пишут Мы пользуемся Провоком Уже тысячу лет А что Вот нельзя сказать Я вам все Главное Рассказываю Вы мне ничего Обалденный карандаш Это наверное лучший Карандаш Помада Это гелевый Карандаш Помада Который у меня Был вообще За всю жизнь Обалденный И он стоит Копейки Вообще Семнадцатый Оттенок Винтаж Роуз Извините Что он у меня Вот так Потому что я его Использую Честно Вот я сейчас Куда-то Когда иду Я возьму Его скорее всего Потому что Мне он очень нравится Вот оно мое лицо Посмотрите На оттенок Карандаша Обалденный Вот я только что Честно Перед видео Выпила кофе Зубы Зубы у меня Не идеально белые Какие можно было бы Их добиться Но посмотрите Как круто Эта помада Карандаш Помада Выбеливает зубы Яд Провок В восторге Нам надо помаду Их оттенков Я не знаю Оттенков 20 Наверное Мне нужно еще Вот я это для себя поняла Он обалденный Напоминаю Семнадцатый Винтаж Роуз Это помада Карандаш Помада С которой легко Вы пойдете на работу И куда угодно То есть Это и яркий Такой привлекающий Внимание Оттенок Но при этом Он такой Смотрите Приглушенный Почему я не предлагаю Новичку Жидкую матовую помаду Потому что Мороки С ней много С карандашом Гораздо проще Карандаш Вы легко бросили В сумку Носите с собой Он маленький И сейчас лето Я помады с собой Летом В сумке Не ношу Потому что Были у меня опыты Когда у меня помада Плавилась При сорокоградусной Краснодарской Жаре И это трэш Господа Особенно если Это люкс Я даже по моему Видео снимала И жаловалась Вам на это Короче Карандаш Провок Просто Моя любовь Я в шоке От того Что косметика Может так работать Сейчас обязательно Буду сфотографироваться К окошку Чтобы сделать Красивую превью Напишите Что вы думаете Как вам Моя подборка Продуктов Что вы думаете О подводке Флер Что вы думаете О косметике Эстрада Кстати у них еще Помады хорошие Обычные В стике Как вам вообще Мой макияж И удалось ли мне Создать Дорогой макияж Дешевыми средствами Накрасьте сегодня Глаза поярче Или губы поярче И день заиграет Другими красками Я вам обещаю Спасибо что вы были со мной И пока